Болеть Свеклана не любила даже в детстве, а потому всегда придерживалась здорового питания и занималась спортом. Она и сейчас продолжает занятия, но подтянутая и стройная молодая женщина с весёлым характером может через некоторое время пересесть в инвалидное кресло. Я, наверное, не плачу последние месяца четыре. А так у меня прям вот наступали какие-то дни, вот садилась, Настя уходила гулять, вот садишься вечером, наливаешь себе чашку кофе и понеслось. Сейчас самостоятельно Светлана может передвигаться только по квартире. Медики предупредили, наступит день, когда она без помощи посторонних не сможет ничего сделать. И когда ждать этого момента, не говорят. Наши врачи говорят, полирадикулоневропатия, она не лечится, её можно просто поддерживать с какими-то лекарствами. То есть всё, что я делала, что они мне прописывали, я лежала в нашей поликлинике, результатов ноль. Первые симптомы болезни появились семь лет назад. И, как предполагает Светлана, толчком послужила вакцинация от гриппа. После прививки она очень сильно заболела. А когда встала с кровати, оказалось, что ноги стали слабее. Появилась хромота. Когда я звонила в Корею, общалась с профессором, говорила, может быть ли такое, что вот я сделала клинику от гриппа, и как бы пошло в это, да, может. Говорю нашим врачам. Говорю, спрашиваю, может ли быть такое, что ни в коем случае. Обратиться в клинику Кореи посоветовала знакомая, у которой там лечился муж. По почте помогла отправить снимки и все анализы. Ответ пришёл от профессора. Он посоветовал женщине самой приехать в больницу и пройти процедуру уточнения диагноза и назвать причину болезни. Так как только после этого он сможет назначить лечение. Но нужны деньги. Приблизительно 300 тысяч – это надо просто, чтобы съездить туда. Поездка, проживание, питание и как бы обследование. В целом на двоих. Потому что я одна не могу ехать, да, и я поеду с дочерью. Дочь Настя помогает маме спуститься на прогулку. Несколько лет после прогрессирующей болезни Светлана не выходила из дома. Она стеснялась своего внешнего вида и того, что люди будут смотреть ей вслед. Но потом поняла – болезнь может прийти к каждому и в самое неожиданное время. И хорошо, когда рядом окажутся чуткие, не отвернувшиеся от чужого горя люди.